Здорово работяги и бездельники! Это напоминание, кто забывает, повытесняли. Как декорация к нашему фильму? Я на них понял. Паш, как там монтаж идет? Идет. Бодрее. Бодрее? Идет. Еще бодрее, еще бодрее. Идет. Тогда как? Что вам рассказать, пока народ убирает? Что-то, что-то. А, ну это беседу вы слышали. Супер. Другое расскажу. Какое у нас название? Управляем тобой. Управляешь собой. А, с повреждением дня. Первая часть с точки, а вторая с вопросами. А, это хорошо. Это было тихо. Ну ладно, поехали. Время, да? Время. Что там на железе? Какого железа? Ну и одна. Ну я просто вообще. Привет, полковник. Да. Давненько не видел. Сколько я побоялся. Что-то я развеселился на вас, глядя. Смешные вы? Я тоже, наверное, да. Люди вообще смешные. Вот это вот меня удивляет. Мало кто из деятелей культуры человечества замечал это. Что люди смешные. Ну поехали. Ой, что-то мне как-то... Ой. 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 А, я понял чего. Да? Мне хочется что-нибудь такое вам рассказать. Нежная, ласковая и веселая тема. Тема хорошая, но тяжелая. Да. Может быть. А может и нет. Почему? Вопрос. Во всех основных таких действенных, эзотерических, так называемых, традициях, главный технологический вопрос развития внутреннего управления. Мы же уверены, что мы в какой-то степени собой управляем. Управляем своими мыслями, чувствами, настроением, даже желанием. Я говорю уже, неправда сразу сочиться из всех букв. Ничего мы ничем не управляем. К сожалению, нет. Как раз не к сожалению. Мы потому и люди гомо сапиенсы. Потому что мы выращены внешним управлением. И не так, как все живое на этом свете под управлением условия обитания. Ареал обитания, пищевые цепочки. Это тоже внешнее управление. А мы выросли под управлением социума. Сначала ближнего, малой группы, потом все шире и шире и шире. То, что общим словом называется процесс социализации. И бывает гиперсоциализация, а бывает гипосоциализация. То есть это целая область изучения людей с точки зрения, насколько они социализированы, насколько они как личности зрелые, недозрелые и перезрелые. Но мы с вами знаем один маленький почти секрет. Что личность, то есть совокупность социальных связей, через которые и осуществляется социализация, то есть внешнее управление, вырастает на базе врожденной потребности в эмоциональном контакте. Я признался в этом не так давно, что я всегда так знал, но в силу разных социальных обстоятельств скрыл и говорил, что на базе сознания, которого не было. А что такое на базе эмоционального контакта? Это значит, что личность осуществляет свое управление не столько через сознание, то есть вербальная часть, сколько субъективно, то есть внушение. Это очень важно, потому что если бы было причин только в сознании, значит мы работаем с сознанием, структурируем то и все, совершенствуем, вводим дополнительные базовые структуры, операционную часть, доводим до высокой степени интеллекта, и у нас личность попадает под нашу руку. Ничего подобного. Да, личность тоже пользуется текстами, поскольку Та часть сознания, которая нам более-менее знакома, оперирует описаниями, то есть обозначающим, комбинируя его, строя с помощью с помощью комбинаторики фантазийные вещи, да, и только воображение, присущее творческим людям, не обязательно по профессии творческим, просто творческим, и как сейчас модно говорить креативно, оно как бы работает с другой частью нашего сознания. И мы знаем, что культ сознания, особенность его был на Кибете, в Гималаях, когда были созданы объяснительные, описательные системы, в которых все объявлялось сознанием, когда были развиты, когда были развиты изумительные интеллектуальные операционные системы, типа Ваджаяны, типа принципов великой пустоты, меня порадовал Топов, мой любимчик, да, которого звезда тонула, и он... Вот он доказал, что его метода шикарная, подход к ДФС через трёхмерные проекции, четырёхмерных объектов, он нашёл грамотное описание, что такое пустота, да, вот на границе сознания. Простым, как бы, Томасов один, да, вот возьмём ведро. Оно как бы пустое, условно договоримся, что оно пустое, про воздух не говорим. Вот туда наложим, насыплем, нальём, но пустота-то не исчезнет. Всё, что туда насыплем, нальём, оно будет находиться в изначальной пустоте. Вот так наше сознание, да, оно отграничено, почему Томасов пришёл в образ ведра, потому что сознание здесь нечто отграничено. И пустое, изначально. Так и есть, если мы вспомним, как мы формировались в утробе. И эта изначальная пустота сохраняется. То есть, вот, понимаете, с одной стороны, Томас, которого многие здесь знают, простой мужик с гениальными руками. А с другой стороны, Ямалай и Тибет, три тысячи лет до нашей эры, они додумались и Томас в наше время самостоятельно пришёл. Это всё осознание. То есть, это потрясающая вещь, в 17 веке вообще. Мысль, значит, существует, и с тех пор мы и существуем. И занимаемся существованием. И наша цивилизация сделала супер-мупер-колбаса-рывок. И привела психологически человечество в состоянии всезнаек. Потому что у каждого практически весь любимый нажал, знает, нажал, знает, нажал. Добывать информацию стало максимально просто. Но ничего не изменилось по поводу управления, оно по-прежнему внешнее. Мало того, с появлением моды на всякие духовные тексты, духовные практики, философию соответствующую, Это тоже быстро было социализировано. И то, за что нас могли посадить. Нас, я имею в виду тех, кто интересовались эти 40 лет назад, 50 лет назад. Сейчас это всё, пожалуйста, YouTube, пожалуйста, тот же Google, пожалуйста, кино, пожалуйста, видео. Всё есть. Но ничего, опять же не изменилось. Внешне управление по-прежнему управляет. А что значит управлять? Если мы возьмём человека как некий факт природы, социальной реальности, виртуальной, интеллектуальной реальности, некое изделие, Это изделие эксплуатируется обстоятельствами его окружающих. То есть средовый обмен веществ, температуры, ва-ля-ля, фа-фа-фа, в том числе и социальная реальность, Которую мы все адаптировались в процессе социализации. Мы не удивляемся, что мы сидим в пещере, что есть водопровод, газопровод и так далее, и так далее, машины. Это мы всему нас научили, назовём это красиво. То есть нам это всё передали, как некое наследство социальное, а учитывая, что мы, как биологические существа, вид стайных животных, Сапельцы, это стайные животные, и мы живём в стае, вне стаи себя не представляют, только размеры стаи мы переходим. Но в принципе всегда есть некое более-менее стабильное мы, то есть наша стая. И через это мы и происходит непосредственно акт управления. Потому что в процессе социализации мы безумно заинтересованы в том, что о нас думают, что о нас говорят, как к нам относятся. Кроме того, социум в целом предлагает нам три большие пирожки – власть, слава, денег. Помните, кто помнит, в советские времена, когда вместо денег давали грамоты? Типа слава. Не очень это было. Ну, некоторые вешали мастерки. Ну, хоть что-то. Что касается власти, было просто. Надо было вступить в одну единственную партию, сделать в ней партийную карьеру. Чем выше, тем больше. Сейчас разнообразнее, но то же самое. И в стремлении реализовывать свои потребности мы ищем ценности, через которые эта потребность может быть реализована, то есть формируем мотивацию. Я хочу это. Мотивов на момент у нас много. Мы много чего хотим. Иерархия нам неизвестна. Что же мы хотим больше, а чего меньше. Что сначала, что потом. Что такое ёлова, скажем. О ценности нам предлагают изменить. Но однажды может случиться страшное катастрофическое событие. Каким-то образом в наше сознание проникают и, мало того, вызывают переживания. То есть мы присваиваем, интервизируем ценность, идущая с маргинальных окраин большого, великого, а среднего, под названием духовное сообщество. Эти ценности никакого отношения к тому, что мы называем «жизнь» в миру, как раньше красиво говорили. Не имея их. Но они имеют отношение к трем ловушкам. У нас есть три. К сожалению, социум не может изъять из процесса социализации формирование этих трех сверхпотребностей. Потому что именно это делает нас людьми отличными от животных. Потребность в личном бессмертии. Потребность в идеальном социуме. И потребность в абсолютной истинной. Естественно, версии по поводу, что это такое энное количество. Но если, скажем, потребность в личном бессмертии, как-то еще социализируется нам, втючивает, что вот зато вид бессмертен, мы продолжаем жить в наших детях, в наших внуках и так далее и тому подобное. То есть вопрос переводится с персонального на общее. Вопрос об идеальном социуме – ну никак. Человечество делало энное количество грандиозных экспериментов. По поводу построения идеального социума ничего не получилось. Человеки в своих малых группах делали огромное количество экспериментов. По поводу идеального социума опять ничего не получилось. Все люди пытались решить эту задачу частным образом. Не получилось. Потому что это настолько абстрагированная потребность, что ценность к ней сформировать такую абсолютную веру, которая бы соответствовала абсолютной истине, просто не получается. А потребность хочет быть удовлетворена. Потребность в абсолютной истине – ну никак. фантазии, абстракт. Ну не получается. Истина всех истин так и сокрыта. Может, так и задумано. Только не понятно тебе. Но если мы хоть чуть-чуть научились рефлексировать, то есть отслеживать, что у нас происходит хотя бы в сознании, мы тут же обнаружим, как многое в наших поступках, в наших оценках, в наших решениях, в наших отношениях и в наших выборах, какую огромную роль играют эти три, казалось бы, абсолютно абстрактных потребностей. Вы сейчас смотрите на меня и говорите, что он примеров не приводит. Ребята, я столько привожу примеров, я не успею сегодня. Если я начну сейчас примеров, он приводит. Почти вся наша жизнь состоит из попыток удовлетворить эти три потребности. А поскольку у нас есть базовая потребность сознания, потребность новой информации, которая на сегодняшний день считается, я думаю, всегда так будет, ненасыщаемой, то не только каждый из нас поглощает для себя новую информацию, но и вся городовое человечество ищет способ увеличить количество информационных потоков, захлёбываясь в них, а потом учить способы, как это сохранить, как это структурировать, а их геометрическая прогрессия. Вы просто захлёбываясь, у нас всемирный потоп информации. Потому что ждать уже не надо, уже всемирный потоп происходит. Только он кажется нематериальным, но он происходит. и где тот ной, и где тот ковчег. Даже государство захлёбывается в информации о своих гражданах, потому что на каждого. маркетинговые службы, использующие супер, мупер, компьютеры, чтобы вычислять, в чём ты заинтересовал. Ну, простой эксперимент я точно проводил. Я выбирал какую-нибудь тему, как будто она меня очень не интересует. Десять раз достаточно вызвать материал по этой теме. На одиннадцать раз первое, что открывается – этот материал. Но мне делать некогда, я лентяй, бездельник, поэтому я вот отслеживаю, исследую, вот это всё. Понимаете, вы на работу ходите. И вам некогда. И это тоже очень хорошо для внешнего управления. Вам некогда, поэтому можно вам втюхливать через субъекстии, через потребность в новой информации. С потребностью личного бессмертия сложновато. Были две попытки в наше время, в прошлом веке, объявить, что вот секрет бессмертия личного открыт. Но обе кончились тюрьмой для авторов, что жулик, что совсем. Хотя количество жуликов, которые используют наше полубредовое существование, растет тоже в геометрической прогрессии. И вот недавно посмотрел подробный фильм под названием «Идущий к черту». Первая часть меня просто разумал. Ну, когда там во второй части демонстрируют, что такое на самом деле шоу «Битва экстрасенсов», это ладно. Ну, нормальные жулики делают шоу, законы шоу я знаю. Как и спектакли, режиссуры, подсказки. Но первая часть рассказывает про колл-центр, который по телефону втюхивает мистические, магические, экстразенсорные, оккультные услуги. Элита этих концентр, то есть руководство – это настоящие черные люди, использующие то, что разрешено только черным. Власть над человеком. Для них люди это... Ну уж не знаю, как она звонила, у нее руки нет, двух ног это... Но мы ее расфигачили на всю катушку, пока все не отдала. Там мораль в нашем детском смысле просто. Там чистая механика. Но что интересно, социологически сегодня показало, что в этих клиентах нет мужчин до пенсионного возраста, только женщины. Женщины, я вас просто призываю. Не ловитесь. Но раздевают. Да еще и поизмываются морально. Они же грамотные. Вот в чем страшно. Это не просто жажда наживы, это само собой. Это очень грамотные люди, знающие все механизмы человека, который полностью зависим от внешнего упражнения. И чем ему хуже, тем им лучше. Я советую, посмотрите, если хотите пережить, что такое ужас в жизни на самом деле. Когда ваши все несчастья покажутся детским лебедом на лужайке. Вот посмотрите первую часть этого документального фильма. Помните еще при этом, если сможете, что это документальный фильм. И как всякое произведение, главное что? Отбор выразительных средств. Это еще смехтенная версия действительности. То есть, грубо говоря, полуавтоматы, выполняющие программы, которые поступают напрямую. То есть, без критики, чисто гипнотическим, субъективным образом. Трезвый взгляд на вещи. Да, конечно, в каждом человеке заложен громадный потенциал. Безусловно. Человек это самый сложный объект из всех известных человечеству во Вселенной. А не только на Земле. Самый сложный. Но коэффициент, с которым мы, себя, они, нас используем, в среднем 5-8%. Именно столько составляет функциональная часть. То есть, наши функциональные возможности, которые интересует внешний мир в первую очередь. То есть, что мы можем делать? А поскольку все, что мы не делаем, мы делаем телесностью. И даже высказываем гениальные мысли, рожденные сознанием. Тоже интересно. Все это проходит вот этот путь. Сознание, то, что называется душой, которая придает этому энергию, энергетическую форму. И дальше это реализуется, воплощается в нашу телесность. Другого способа что-то реализовать. Нет. Нет, нам, конечно же, в стандалии иллюзию про силу мысли. Силой мысли он ведет предмет. Кстати, в этом фильме есть рассказ об одном американском спеце, который спец по разоблачению, в том числе и Ури Гельгера, который прямо тоже у нас на глазах, у него там ложки текут и рассказывает, как это делается. Так вот, сила мысли живет в том, в качестве тех команд, которые поступают в психику, душу и энергетический образ которых действует через телесность. Есть примитивные линии, примитивные, в смысле привычные. Наша биохимия, наше пищеварение, катаболизм, анаболизм, дыхание, окисление и прочее. Есть более сложные, связанные с особенностями наших живых клеток и так далее. Но это все постоянно действующее. И точно так же мы говорим, совершаем сложные функциональные действия, сочиняем стихи и все угодно. Сознание только в начале. А реализация сознания само по себе не воплощается. Поэтому мудрые люди давно сказали, мысль материальная, потому что и мысль, чтобы быть реализованной, тоже нуждается в нашей телесности. Что касается интеллекта, интеллектуальных возможностей, ума и прочих операционной части сознания. Вот тут, конечно, разница между нами есть на словах. Мы в социум очень часто продаем, то есть за самооценку, за ресурс материальной, эмоциональной психологии одни только слова. А говорилка, то есть то, что реализует эти слова, это самая стабильная, автоматизированная система реализации. В начале социума было слово, и слово было Бог, и слово было у Бога. То есть управление принадлежало управляющим. Я это хорошо знаю, потому что когда-то, когда я открыл эту штуковину, которую назвал, говорилка, с тех пор я говорю уже много-много-много-много лет, совершенно этим не озабачиваюсь. Вот я пришел к вам, встроился, у меня есть тема, включил, и она говорит, я сам служу, одновременно за вами наблюдаю. Ваша реакция служит как-то, звучит все и ля-ля-ля, фа-фа-фа. А я знаю людей, которые думают, что как скажет, так и будет. Но они же не знают, о чем они говорят по этой иллюзии. Чтобы знать, о чем будет говорить твоя говорилка, нужно иметь в операционной части сознания определенный объем. СКО, ты подключаешь это СКО и пошел. Да, конечно, если слово действие, если вы не просто говорите, сообщая что-то, а пытаетесь вербально действовать, есть даже такое понятие, горбальная атака. Это не орать, это грамотно говорить, на самом деле действовать. Так вот, тогда поступает еще один механизм. Если мы выбрасываем какие-то фразы сильно заряженные, эмоциональные, но так называемые, то есть расходуем на них энергию, воплощаем. Мы должны помнить простую очередь. Любое слово – это только обозначающее, а то, что оно обозначает, то есть содержание, которое за этим словом, обычно принято называть контекстом. Так вот, когда мы произносим особенно эмоционально какое-либо слово, у нас в сознании активируется весь объем, связанный с этим словом. Нельзя сказать слово отдельно от его контекста. Это только за счет подлинного резонанса можно просто видеть и воспринимать напрямую, а какой именно березе, говорит этот человек, когда произносит слово «береза». «Береза». Потому что это же все понятие, это все обобщение. Вспомните, сколько нужно, вот вам прикиньте, слов и времени, чтобы описать ту конкретную какую-то одну березу, которую вы хотите описать. А так одно слово «береза». «Береза» Слово из пяти лук. Нет, из шести лук. Семей. Шесть. Семей. И в то же время это ловушка языка, которая делает иллюзию, что мы все друг друга понимаем, потому что говорим одни и те же слова, и что у каждого за одним словом это наклейка на одной и той же бутылке с одним и тем же вином. Это для тех, кто хочет немножко изнутри отслеживать, что он делает. Это невозможно просто так, но все-таки попытка. Как видите, не надо для этого, чтобы начать, хотеть что-то делать изнутри, даже не надо проникшей ваше знамя мистической информацией. То есть, достаточно сидит, коленал скатится и говорит. Чего-то он такое говорит иногда. Что в конечном итоге усвоить можно только исходя из того, что он говорит про внутреннюю проблему. И даже, кажется, им пользуется. В чем сложность настоящая сложность? А мы в каждый момент времени понятия не имеем, чего мы хотим в этот момент времени. Путаница наших желаний, то есть мотивации, превосходит в обычных ситуациях путаницу наших мыслей. А поскольку восприятие определяется как раз направленностью на реализацию той или иной потребности, во многом, то, естественно, мы видим и слышим странненько, я бы сказал так. Тоже масса экспериментов, которых я не буду сейчас выжить. Для обычного человека это невозможно. Некогда. Напрягаться надо. Некогда. Вы посмотрите, как проистекает ваш день. Одно цепляется за другое. Обстоятельства, 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 обстоятельства. Упал. Заснул опять же несознательно, неосознанно. И понеслась. Жить под гипнозом, это жить под гипнозом. Кайфы тоже. Под гипнозом неплохие цепи. Всякие биохимические всплески в обратную сторону. От телесности к сознанию. Затуманивая. И еще больше. Чтобы не видеть, что же там прорывается. Но никуда не денешься. Если вы нас серьезно заинтересовались, что же такое на самом деле, как жизнь, как занятие, дело, духовность. Везде вы найдете, даже у черных. Обучение начинается с простых вещей. А. Ты объект внешнего управления. Ты должен это принять до конца. и начать это воспринимать. Б. Ты сам все тебе дал в социуме, кроме одного. Инструкции продвинутого пользования изделиям Homo sapiens. Вы посмотрите, как люди судорожно читают бредовые инструкции по этому поводу. Гороскопы. А если они составлены профессиональные инструкции, то это все. И прочее. Есть одна главная инструкция по социальной жизни. Из нее легко вывести все остальные. Называется она Библия и это хейзоэт. Это первая и фундаментальная инструкция по социальной жизни. Но социальная жизнь. А найти инструкцию по пользованию самим собой, как ты самим собой. то есть вот эти вот то, что тебе давно. И мы некоторые люди все-таки пытаются иногда найти какую-нибудь инструкцию и как-то пытаются ее реализовать. Но мы знаем что мотивация направленная на познание так называемое себя ограничится общей фразы познай себя и ты познаешь мир. и то но они всем известны. Хотя была поправка. Каждый человек это отдельно Вселенная. Это пугает большинство. Фуристы нас Вселенную. Если в этой Вселенной прыгана пещеньки на окраине где-то, а в той Вселенной я Вообще там я есть. Но есть всякие серьезные способы мотивации, в том числе разработанные духовным сообществом за пять-шесть тысяч лет маргинальной жизни. Но что показывает статистика? Статистика показывает, что из всех людей, которые так называемо становятся на путь в любых традициях, в любых реально становятся на путь, начинают учиться. Это огромное событие, доступное очень немногим. Осознать, что я пора учиться. Я же все уже закончил. детский сад закончил школу, институт, я закончил и человек. У Брэдбери по-моему даже есть такая фантастическая повесть на эту тянусь. Как трудно осознать, что пора учиться. Про такую фантастическую планету, которая высылала непонятным с позором на землю все тюрьмно, золото, технологии. А вам два. Трет требовало только одного. Лучших из лучших посылать к ним на какое-то время. Не вернулся ни один. Ни одна. там описывает царь первого лица как один из этих все-таки понял, что надо учиться. Что эта планета выписывает как игрушки для детей местных. Забавные существа согласитесь. 9 лет минимально необходимых для того, чтобы появились какие-то результаты реальные выдерживают не более 5%. для кого это становится реальной частью их пребывания в этом мире. Все остальные остаются в категории разучивших экзотические слова практикующих занимающихся экзотической практикой это и бездельники. Я не говорю в осудительном смысле, я говорю по существу дела. Я по-социальному тоже бездельник с точки зимни сон. Мало ли, что я так про себя думал, как много я работаю. Так вот так же по отношению к духовности большинство лимбатуристы, бегающие, собирающие новую информацию от одной традиции к другой. лимбатурия, как говорил мастер, морду страшную делают, космос пугает, медитация называется. Естественно, что на этом пути есть четко зафиксированные моменты. Моменты. У суфьев называется стоянки в других традициях. Кризисы, катастрофы, как угодно. Вот обязательность, кризис веры. Но обязательно. Обязательность, разочарование в источнике. Обязательность. Только одни проходят дальше, а другие на этом заканчивают. Так дальше проход 5% от максимума. Если бы вы могли себе представить тех из вас, кто знает очень много слов того же Калина Ускаса, других авторов, что это практически будучи реализованным сделает с вами, вы бы поняли, почему вы этого не делаете. Вы боитесь. Безумно боитесь. И без всякого ума. Не осознанно. отмазки меня перестали понимать. Я чувствую одиночество, все растет, у меня крыша едет, ну и так далее. Меня 20 лет называли сумасшедшим, дурачком и неудачным. В открытую. Люди, которые ко мне хорошо относились. Я уже не говорю про остальных. Ну, ты классный, ты стоят, ты бы мог быть, помба, но ты дурачок. Ты неудачный. Ты сумасшедший. Не в том смысле сумасшедший с ума. Просто дурачок. Не все на месте. Вы готовы? думаете, что у вас все будет по-другому? Не будет. Я не самый талантливый, я на 9 лет, чтобы пройти 9 лет, мне понадобилось 11. Я считаю, что все-таки это лихо. в одиночку. Только как положено. Ну, про ДФС я тут вот недавно перед Новым годом, перед Рождеством католическим в Словакии рассказал. Немножко, что это такое на самом деле и что называют ДФС. те, кто им занимает. Это не значит, что я вас куда-то гноблю. Нет, вы так можете думать, это ваша правда. На самом деле я вас обожаю. Потому что к счастью я вовремя в самом начале понял, что если я не научусь воспринимать человека во всей его полноте со всеми его потенциальными возможностями, которые названы сущностями, но действительно сущность все-таки 95% от того, что торчит, тогда да. Но к счастью я этого научился, добился, и я вас вижу во всей вашей полноте. А то, что торчит, ну безумно смешно, спасибо вам, я просто живу в большой человеческой коллегии. Ну потрясающе смешно. Лучше Чаплину не смелось такой уровень его. Вы понимаете, когда вы видите, да? Человек вселенный грандиозный потенциал, ресурс. И поэтому бегает мальчик с мальчиком и кричит, это все мое, да? Это все мое, да? Ужасный слава, что я могу сейчас так говорить от себя на своем языке, не думая о никаких побочностях, но я прошел послушный, человечество 20 лет ко мне можно было прийти любой человек в любое время дня и ночи, и телефон не был выключен никогда. И я имел задачу, которую реализовал, говорить с каждым на его языке. Мне потом понадобилось больше года, чтобы вспомнить свой язык. Я вижу человек автоматически так, чук-чук, и я уже говорю на его языке. Уже ничего не надо считать, высчитывать, лонгировать, пролонгировать, просто наруч. с тех пор, как я понял, что такое, и реализовал через переживания и все остальное. Что такое без себя, вообще кайфы. мне сняться сны, протыть вариантов самоутверждения людей, самых изысканных версиях. Я все время это вижу. Человек все время говорит про себя. Даже когда ему кажется, что он говорит о другом, он говорит о своей проекции, на этого другого, то есть опять же про себя. Море информации про каждого. Море. Когда-то, как мастер, когда я еще работал в Гродне, уже позже, когда я работал мастером, некоторые люди говорят, есть такая процедура, называется поставить зеркало. То есть человек садится наоборот тебя, и ты ему рассказываешь, и показываешь все, что ты в нем видишь. Все. Без фильтра. Потом я забросил это занятие. Там и обмороки были, и просто полная тупеня. Не слышу, не слышу, что-то с ушами у меня и так далее. Блокировки, защиты. это прекрасно все. Я не притворяюсь. Я всем этим искренне восхищен. живое, потому что это живое, потому что это всегда имеет шанс, пусть маль, но и движение. А поскольку мое внутреннее движение началось, я неодин раз рассказывал этот эпизод, и 14 лет я сижу на таком широком подоконнике, на первом этаже, по улице идут люди заработали, и я их разглядаю, мне всегда было интересно смотреть на людей, и слышу голос. Я этот голос помню до сих пор лет. Узнаю ось тысячи, как говорят. Спокойный, мушекой голос. Нет недостойных людей, есть недостойные людей жизнь. Вот это что я определил во мне. В моих поисках, изучениях, исследованиях и так далее. Все потрясающе внешнее управление. Да я уже давно свое внутреннее такое уже. я вот этим управляю, этим управляю. Только от того, что он услышал эти слова. Он очень умеет слышать ответ на свой же вопрос, а уже думает, что его внутренне проводит. Масе хорошо говорил, мне очень нравилось это. Вопрос задает, голос слушает. Многие из вас нарывались со мной на эту ситуацию, что вам казалось, что я не слушаю, не дослушаю, дальше мне высказываться. О, боже мой. Вежливость, культурность прояви. Я умею это, если очень надо, конечно. Но мне уже как-то стыдно даже все-таки в молодом зрелом возрасте нахожусь. Я занимаюсь этим с 14 лет, вот 7 февраля исполнится 60 лет. Это больше, полвека. у меня во мне тысячи человеческих историй. Самых разных людей. Сам от бомжей до мультимиллионеров. но именно человеческих историй. Потому что меня всегда интересовала конкретная история конкретного человека. Видите, обобщение. Я их знаю, изучал и социальную, и психологию. Даже более этого социометрии, социодинамику. меня интересует каждый конкретный человек. И вот этих историй, то есть контекст живого знания, ну, минимум три тысячи человек. Это минимально, скромно. И когда сейчас кто-нибудь обращается ко мне по какому-нибудь поводу начинает рассказывать историю, тут же всплывает десяток, иногда два десятка таких же точно историй, с такими же точно репликами, теми же текстами. Потому что это парадокс человечества. Цивилизация развивается все более стремительно. На моей нестоль долгой истории жизни появилась масса вещей, которых не было. Первый телевизор, первый спутниковый телефон, сотовый телефон, первый космонавт, трап, пап, 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 и я вообще не добегаю уже до компьютера, я чайник отношений к компьютеру, как вы по отношению к себе, уровень такой, моих отношений с компьютером. А человеческие истории все те же. Все те же. Вам не кажется, это по меньшей мере любопытным предметом для попытки разобраться? Почему во внешнем мире социальная реальность разрастается, усложняется, совершенствует? Ну да, конечно, конфликты между государствами, борьба корпораций и прочее, но в целом это скоро вообще весь сотовый телефон будет помещаться в кольце на пальце, а туда вставим конъюнктуру, и мы будем видеть все это и слышать напрямую или еще что-нибудь. Но это ничего не меняет в человеческих историях тех же самых айтишников. Уж я с продвинутыми разговаривал айтишниками такими, профессорами, заведующими лабораторией искусственного разума, пишущим такие программы нам во сне не снилось, которые выигрывают шахматую чемпиону мира, а человеческая история ни с чем не отличается, все то же самое. А вы говорите духовность. По идее за шесть тысяч лет хотя бы половина человеческой должна быть. Она никому ничего не должна, она должна всегда собственной. Потому что без него мы не проявляемся. Не зря есть эта мудрость. И сжег он то, чему поклонялся и поклонился тому, что это. Это тоже нельзя задавать. Что без этого мы не стали людьми. Что социальная матка такая же замечательная и нужная штуковина, как и материнская утроба. Только из нее родиться труднее. Схваток нет. Наоборот, ты все время спи спокойно, мы тебя так любим, все хорошо, что ты не как тебе трудно, как у тебя болбо, какой нехороший человек, сказал тебе, а куда тут нехороший, кругом все, а ты любимая есть. И как вся говорит, дайте, 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 давайте мне, все мне должны. А они говорят, нет, дружок, ты должен за это, за это, за то, что ты вообще не есть. Вот этот хватательный рефлекс, для меня это образ такой, очень много содержания в нем, когда младенцы переживали это, натурально, протя лишь пальцем, ап, а такое, а будет, 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 ап, и так просто, не вывернишь пальчик у этого, а у этого бугая, 25-летняя вытащит свой пальчик, или 35-летней, или у этой красотки пальчик схватит, все, а, не знаешь, технология освобождения фиг вырвешь, рефлекс, вот это татайная называется реакция, владенец это делает всем собой, и вот это единственное, ну, конечно, не видим, но для остроты пример, одна из единственных, единственное татайное действие, которое все люди, независимо от степени, отождеств, частично совершают кремя церквей, хватательный эффект, тогда он называется любовь, ну, чего только любовь не называют, у кого какой-то текст, отождеств, всем освобожден, и себя тоже не думать уже, а я не так, не просто, это же человек, вот сколько лет, да, 60 лет, я, это главный мой интерес в жизни, и время от времени все равно что-то узнаешь такое, еще это, еще это, я думал, у меня коллекция предателей, 150 видов, приблизительно, и вдруг, обхотствовало, так нужно предать, да, окей, но это байки из жизни человек, который больше чем не занимался в цирке. Да, я всю жизнь заработал, зарабатывал, служил, если нужно было, ходил к 6 утра, к 7 утра, к 8 утра, потом повысил квалификацию, стал режиссером, стал ходить на работу к 11, зато приходил к 12 вечером, я жил с мамой в одной квартире, я ее неделю не видел, потому что когда она выходила на работу, я еще спал, когда она приходила на обед, меня еще не было, когда я приходил на обед, она уже ушла, когда я приходил с работы, она уже спала, один раз в неделю в мой выходной мы как-то пересекали, потому что в воскресенье творческие работники работали, выходной во втором, или в понедельник в разных театрах поразить. Служил я режиссером в основном, но это не считается, многих из вас могут сказать, я стоял молодостью у станка, в дверь сменную, все было, там трудно придумать, что у меня не было, я не был членом правительства, вообще верхние пять этажей социальных раминов никогда не забирался. все остальное было. Я же все в той же жизни странствовал, я любил знакомиться с разными социально-психологическими именами, а вот как у них, а вот как у них, как у нас, я и так знал с рождения, а вот как у них, мне интересно. но на уровне человеческих историй выяснилось тема и странская полюбия, что везде одно, вариации 16 марта, социализации 4, да, и плюс смежанные, и того 8. Доминантных звучаний в основном 6, наиболее распространенные. Наиболее распространенные звучания в смысле ритма B и C 2. Ну, набор таковости, набор игр, сценариев, которые в белом написал в этой книжке с обидцовыми, игры, в которые играют люди, их тоже там, по-моему, 16. Короче говоря, а вот конкретность каждого человека в полноте полтора миллиарда факторов. Вселенная. У нас такое количество тут наши живые клетки нашего организма, что-то там, не помню, 150 миллиардов. мне очень нравится, когда люди прочитали, что они плоти, ресурс плоти, ни разу не попробовали в 150 миллиардов клеток ввести в антинерезонанс как целый не пережив это состояние. вот что такое язык. Можно не делать ничего, кроме как произносить слова, поскольку это тоже действие. В общем, старый мазай как всегда разболтался в сарае, но почему-то меня очень хотелось с вами поделиться без тормозов, чтобы хотя бы перестали пренебрегать значимостью внешнего управления. А то очень много стало таких. Это внешнее управление, это великая средняя, это социальная реальность, это мать ваша. Это создатель каждого из нас. Возможно плеваться в отца и мать, какие бы они ни были. не ведают, что творит, конечно. А потом не нравится. Все же на плоти заканчивается тут действие и начинаются болячки. То все 35-е там чешутся, тут ловят, тут раздуваются, тут наоборот сдуваются. Причина в голове. Какие команды даете, такие плоти выполняют? Какие хочу неконтролируемые выпущаете в душу, такие она и обеспечивает энергии воплощения. чешу хотите? Вы пахали создателя своего социализацию? Вот вам оберка, братка. Вы на мать наплевали социальную реальность? вот вам пожалуйста. Что вы хотите? Вот этого вы хотите, вы это и получаете. А то себя, себя, себя. То это себя понятие не имеет. я сам. Вот когда ребенок делает первый жаг, его не поддерживают взрослые, он еще может сказать относительно я сам. Потому что вокруг системы безопасности взрослых. Относительно сам нож передвину. сам поставь свою подпись. Ну, чтобы много автографов не развивать, сразу взять. Это моя жизнь, я сам ее причина. серьезно. Отставьте такую подпись под текстом под названием «Моя жизнь». Ааа, что-то не вижу энтузиазму. И вы правы. Это не ваша жизнь. Что за ее расписывать? Пусть они, которые мы и не расписывается, тогда придется признать, что у меня, строго говоря, нет. Я просто объект для управления и функционирования, но зато хороший объект, качественный объект, хорошее функционирование, эффективность. Замечательное слово. Повысим свою эффективность, то есть нас будут эксплуатировать еще более качественно. Ой, что-то я сегодня какой-то нехороший. Фу. Не, надоело врать ей, но притворяется. Вы же не за тем приходите, чтобы выслушать устный пересказ всего того, что вы читали и слушали. Вы зачем-то приходите. Зачем другим? Я не знаю, зачем. Если, конечно, на каждого конкретно смотреть, тогда знаю. Но все, что я могу, по-честному, это вот как оно у меня есть, так и говорю. Как воспринимаю? Делаю усилия, чтобы говорю, как наиболее четко передавало. Показываю, что могу в пространстве для тех, кто видит. Ну, все еще. Я же говорю, что мне хорошо. Меня так долго уговаривали, что уговорили навсегда. Вам хорошо, Игорь Николаевич. Мне действительно очень хорошо. А последние три года замечательно. Я там, где я хотел быть. Я почти в полноте. Мне осталось чуть-чуть еще до полного объема своей конкретности добраться, и я хоть узнаю, что было мне дано. Вопрос, что из этого я реализовал, но хоть узнаю, что было дано. Что я? Не абстрактно, а конкретно. Такая бурная молодость. Сейчас по традиции перерывчик, и потом вопросы, кто в письменной форме анонимный, не анонимный. Ну, не 150 вопросов. Правильно? Однажды было 150 вопросов. Это было, я говорю, машины для ответов. Вот, начнем с красивого вопроса. Что такое одохотворение реальность? Ну, во-первых, это красивый физический опыт. Как обозначающие. За обозначающим реальность. За обозначающим реальность. Есть эндокорисоваряды. О чем это, собственно? Что такое? Что мы говорим, когда говорим о реальности? Реально все то, что мы можем воспринимать. Это и есть совокупность нашего восприятия. Это реальность. Другой вариант – это все описания, которые у нас есть по поводу реального хо. Все описания чему-нибудь в реальности соответствуют. Но все описания вместе взятые реальность не исчерпывает. И с этого можно сделать вывод, что реальность не есть что-то с четко выраженными границами. Есть такие вещи, границы которых мы не можем описать. Допустим, та же душа. Это, грубо говоря, полевой объект, границы которого описать невозможно. Или там Вселенная. Что это такое? Некое множество, опять же, не имеющие четкий голос. Можно задать глупый вопрос. Что больше – реальность или Вселенная? Укапывка. Если у кого-то реальность не исчерпывается тем, что называется Вселенная. А у кого-то не исчерпывается. И так далее. Это из таких слов, конкретное содержание которых связано с конкретным человеком. Психосоматика. Есть ли другой способ, кроме психотерапии, справиться с аутосменными заболеваниями? Если сам не справляется, значит до сих пор не субъектами. Это значит только что субъект, а он всегда есть. Есть вопрос. Какой он находится под внешним направлением? Не управляй процессами воплощения в той степени, в которой бы вам хотелось. Субъект – это внутренняя управляющая система. Значит, она не справляется. Вот это может помочь. Четкое видение, как происходит любое воплощение, может помочь. Ну, простая вещь. Мне нравится, что у меня диабет. Нет, конечно. Я научился в дисциплине. Я научился принимать волоконные лекарства, следить за уровнем сахара. Делать всего кое-что. Но это же не значит, что я не в состоянии так и правиться с поджелудочной железой, чтобы она производила адекватное количество инсулина. Вот ведь я даже это знаю, как бы знаю. Ну, только не профессионал может все. Профессионал всегда четко знает, что он может, а что он не может. Путаница желаний, путаница мыслей. Если это не обнаружено, то с чего начинается. Все попытки обнаружены. То есть развитие, тренировки стабильного самосознания. Или все проще стабильного рефлексии, направленного на внутренний мир. Это сложно. Потому что это нужно постоянно. Это ход улитки. Бах! Уже есть, так не бывает. Можно ли сравнить энергию воплощения и энергию в контексте Козырева? Вы знаете, какие-то параллели между эфиром, энергией времени по Козыреву, и тем, что называется энергией воплощения, есть между Богом. Но тут зависит от личного опыта, эмпирического. Какое переживание стало для вас моментом субъективной истины? Это самый четкий ход, потому что переживание момента истины создает субъективную уверенность. А значит, набор внутренней мотивации, которая в какой-то степени может противостоять внешней субъективной мотивации. Вера – это некое качество субъективности каждого конкретного человека, которое либо есть, либо нет. Можно ли научить в себя верить? Можно, если сильная мотивация по этому поводу существует, если, как субъективная истина, вы пережили что? С верой все начинается. Это не вера во что-то, в кого-то, чему-то. Это вера как качество субъективности вашего. Что значит жить во времени, а не в пространстве? Временность управляет, а пространства нет. Что мы знаем про пространство? В отдельных областях искривление. Но на самом деле мы просто знаем, что пространство – это что-то, в чем все находится. Субъективно на уровне проживания большинство людей живут на плоскости, то есть в двухмерном измерении и по часам, то есть по конвенциональному времени. Так удобно для социальной кооперации. Жить во времени – это что, жить в бесконечности? Потому что бесконечность – это качество в реальности. Это не какое-то количество времени, это некое качество. Что значит жить во времени, а не в пространстве? Вот так вот. Жить в пространстве тоже не так просто, потому что нужно для начала сознание, чтобы работала та часть, которая вам доступна для рефлексии и операционной работы. Томас выработал программу и пытается, чтобы там были трехмерные проекции четырехмерных объектов. Потому что в большинстве людей пространственность – это неконкретно. Что стоит за фразой «дать возможность жить своей душе». «дать возможность» – это может сделать только сознание. Тогда ваша субъективность может слышать, воспринимать решения, которые душа принимает по любому другу мгновенно. Если такой канал связи не заблокирован между сознанием и душой, то это вполне возможно. Но еще эти же решения надо реализовать. А на фоне банальностей, которыми нас пичкает умозавление, это кажется сумасшедшим риском. Чувство – это привязанность, привыкание, обеспечение биохимическими процессами. Иногда это связано с визуальными установками, тактильными установками, с запечатками так называемыми. Чувства возникают и могут исчезать, угасать, нарастать. Это такая динамика. Переживание – это разовое событие. Это столкновение между внутренним и внешним описанием мира. Точнее говоря, внутреннее описание – это же картина мира. У Василька все замечательно описано, кроме того, что немного абстрагировано. Когда некий фрагмент описания или картина мира сталкивается с таким же внешним, это все в сознании. И происходят переживания, если они сталкиваются. Для этого наши оба были бы в наличии. Как осенька – реальные переживания какие-то еще. И в конечном итоге творческие – это максимально сложные. Внутреннее мир сталкивается с максимально сложным описанием внешнего мира. Но в этом переживании может случиться прибавка энергии. То есть произойдет усиление какой-то мотивации, которая приведет к соответствующему воплощению, к соответствующим действиям. Как тип информационного метаболизма связан с чувством юмора и сверху? Я вот знаю, что ритм, звучание 2С связан с юмором. Потому что для всех остальных это юмор. Вот даже когда два человека – мужчина и женщина – любят искренне друг друга и объясняются друг другу в своих чувствах, для всех это полная охва. Другие. Даже для цешника, не говоря о рабочниках, все просто ружут. Автоматическая реакция. Вообще, некоторые мыслители утверждают, что юмор – это всегда конфликт. Приводить в пример Будду. Я не занимался этим всерьез. Честно скажу. Потому что меня интересует только одна форма юмора, когда человек может посмеяться над собой. Я очень уважаю. Просто это вызывает меня уважаю автоматически. Я просто никак не воспринимал Киркорова до тех пор, пока не видел юморской передачи, где он пародирует сам себя. Беспощадный пародирует сам себя. Беспощадный пародирует сам себя. Я, может, я стал в какой-то стиле, как человек. Да и поет он неплохо, вокал умерал. Песни, правда, в основном. Но хорошие есть, которые кратят. Молодец знает, что красят. Ну, заимствует. Игнорировать базовые потребности. Это не базовые. Это называется сверхпотребности. Они не базовые, потому что они не врожденные. Они формируются в процессе социализации. В личном бессмертии, идеальном социуме и абсолютно. Это не база, а что врожденные. В личном бессмертии на базе потребности самосохранения. Идеальный социум на базе потребностей врожденных и на эмоциональном контакте, и на базе врожденной потребностей новой информации. Как организовать баланс удовлетворения этих потребностей? Для начала нужно рефлексировать, что сейчас у меня именно эта потребность активировалась и ищет, как себя удовлетворить, для начала. Потом, что значит сбалансировать? Эту кормить, эту не кормить? Ни одну не обидеть. Ни одну не обидеть? Да они не обижаются, они просто жрать хотят. Чем отличается бытие от жизнедеятельности? Применением этих обозначается жизнедеятельность применяется к тому, что человек делает во внешнем мире в течение своей жизни. То есть то, что можно зафиксировать как действие. Бытие – это сам факт пребывания человека в этом мире в качестве живого человека. Большинство людей вообще не интересуются, чего они здесь, своим пребыванием. У них не до этого просто не доходит. Хотя в подростковом возрасте есть такой период, когда все так или иначе, в силу разных причин, но так или иначе, это их волнует. В чем фундаментальное отличие, если учесть, что жизнедеятельность никуда не девается? Слово смешно не девается. Если жизни деятельности нет, то это не труп. Хоть какая-то деятельность в живом всегда есть. Другой вопрос состоит в том, что чтобы учиться чему-то, надо работать. Нет постижения без преображения, нет преображения без постижения. То есть все требует работы и одновременно требует развития сознания, постижения и преображения смысла работы. Потому что это взаимосвязанные процессы. Как хорошо сказал наш средний брат Раджиниш, просветление не приходит в результате работы. Но без работы оно точно не приходит. Если работа мешает духовному развитию, значит просто мало. Для чего же мы развиваем все эти умения пользоваться изделиями, включая внутренние ресурсы для того, чтобы интенсивность жизнедеятельности повысилась? Тогда время проживания не часов, не железное, а время проживания – это не просто психика. Время проживания меняется, меняются биохимические процессы, меняются метаболистические процессы, меняются скорость реакции на простой, самый фундаментальный – звуковой стимул, световой стимул. Много чего меняется объективно. Кто любит это объективно? Кто может отследить? То есть происходит реальное преображение, трансформация. Если человек бездельничает и думает, что он очень занят ищет себя и внутренней работой, то он глубоко заблуждается. Никогда не надо. Надо грузить себя не просто, а как по принципу сверху сверху, то есть там, где другие сдаются. Я говорю, что все, вы только начинаете, бодричком. Вот мы в специальной ситуации, люди ночью босиком по гравийной дороге. Гравий – это камушки, кто не знает. 10 км в одну сторону облегчились и 10 км в обратную сторону ни одной рамы на ногах. Легли, отпульсировались, заснули, утром встали. Я говорю, почему у меня морицы не болят? Да что он такое сделал? Господи. Ну, про знаменитые приседания мастера спорта. На опытах узнать за вы знаете. Я столько раз его сказал. Я рассказывал такие вещи, почему. Это вещи, которые на меня не просто я узнал, а произвели сильное действие. Эмоционально переживая. Что? Это же спортсмен, я с ними работал. Он знает, он работает с этой штукой. Машина, они ее называют. И он, оказывается, понятия не имел, что он может столько раз выполнить это упражнение только потому, что. Мотивация. Меняются, меняются возможности физического характера. Что уже объективнее. Примитивнее и объективнее. Церковь вы себя обманываете. Стороните, жалуетесь. Плаките. Как дети. Знаете, когда имеют другой способ привлечь внимание взрослых, у меня начинают кожи и болеть, так называемые, и прочее. Потому что взрослые были заняты очень другими. Другими. Ребята, социальная реальность на ваши стоны в лучшем случае может выписать бюллетень. И то, если вы посетите врача, несмотря на все стоны, у вас хватит сил посетить врача. Или у вас есть благо. Вам так. Справку о заболевании дадут. Но все равно это требует опять же работы. Я столько, я последнее благо уже не могу. Как только я вижу, что человек подходит ко мне со таким выражением за лицами, сейчас начнется неизвестно что. Ну, я начинаю быстро включать все ресурсные возможности в свое умышление и искать отмазку. Почему я сейчас именно не могу с ним общаться. Вот видите, еще культурность вежливость достает. Нельзя прямо сказать, вы три сопли тогда приходили. В ходе наблюдения я обнаружил не разные детские части своей эмоциональной организации, при давлении которой срабатывают жесткие системы защиты. Каким образом можно эти части зарастить? Классный вопрос. Технически совершать. Детская я. Не надо умничать собрать. Детская я – это наш романтизм. Романтизм – очень хорошая энергия для мотивационной сферы, особенно для контролируемых глупостей. Вот жесткая защита состоит в том, что вы думаете, что вы взрослый. Если бы вы научились видеть на каком то, где развитие вашей тотальности, которого для простыты называют сущность, остановилась, вы не видели реальный психический возраст. Свой. Торжественно звучит возраст сущность. Когда-то у меня было сихо, я не просто видел, я мог общаться с этой частью человека. Просто общаться, разговаривать, рассказывать. Ну, как обычно. Люди общаются. Тем более, что здесь пацаны или девчушка, они с удовольствием рассказывают. Что, почему, когда. И я потом сообщал это людям. Некоторым удавалось пробиться сквозь защиту и вспомнить, что такие, да, такое было. Ну, вплоть до геодотических ситуаций у меня был приятель. Он попросил, я посмотрел, вступил в контакт. Он рассказал в подробностях. Этот мой приятель пришел домой своей еврейской маме. И говорит, мама, а правда, что вот в таком-то году, когда мне было столько лет, у нас дома произошла вот такая вот история. Мама его забота таки говорит, кто тебе рассказал. Это страшная семейная тайна. От него скрывали, не только от него. Он такой, Игорь. «Все». «Все». «А мне так время ходить к ним гостикам». «Все». «Все». «Вы говорите, ситха». «Вот тебе и ситха». «Слава вам ушла». «Теперь я просто вижу возраст. Не вступаю с ними в общение. А то я так наобщался. Однажды был, не знаю как его говорить, странный, печальный, удивительный, невероятно. Короче говоря, человек попросил, я вхожу в это пространство, но оно ж тут где-то. И вижу, что вы думаете, восьмимесячного ребенка. Ну как я могу с ним общаться? Он мне тоже может сказать «вау-ва». Пришлось подключать другое и смотреть, что вокруг творится. Ну короче. И так вот давай. Вот тебе хочу. Но это где-то там в субъективности. А также мы по паспорту. Я по паспорту тоже очень взрослый. Но видно же, что нет. Разве взрослый, солидный человек, так будет себя вести и ни в коем случае. Шутка. К вопросу о иномаре. Ну вот, я ответил. Если есть еще густность, давайте. Пользуйтесь случаем еще. Чтобы сахар не упал. Мой диетолог пока позволяет. Сейчас он еще падает. Поэтому... Вопросов нет. Маленькое резюме. На что вытеснится почти все? Я не сомневаюсь. Но! Чтобы была зацепка, за которую вы опять из этого вытеснения можете что-то вытащить. Зацепка очень простая. Признать, что я объект внутреннего, внешнего управления не стыдно, не обидно, как и не обидно, что на улице зима. Это данность. Это наше устройство. Мы из этого сделаны людьми. Близкими и далекими. А социальная реальность. Какой бы она ни была с точки зрения нашего крыльцевического рода, это мать. У нее в утробе семью. Это нужно помнить. Тогда есть шанс, что вы будете более-менее ясно распутывать все это будущее. Будете более-менее ясно видеть, что же происходит с вами и вокруг вас. В противном случае вы обречены жить в иллюзии самости, таковости. Ну и у мужчин еще добавочное гордынь. У мужского. Спасибо. Вот если этого вы нигде не выяснить, последний я рассказал, то дальше можно выйти. Все. Спасибо. Надеюсь. Я был честным, искренним. Я справдливую. Это не замазка. Вы любите, я люблю людей.